Добрый день, Екатерина. Добрый день, Медина. Ваш проект называется «Бабашки». Весьма необычное название, веселое, детское, беззаботность от него веет. Скажите, пожалуйста, что это такое, что оно означает? И второй момент, на кого направлен этот проект? Да, действительно, правильно вы отметили. Это название у всех вызывает вопросы, и я заметила, когда оно произносится, у всех поднимается настроение, у детей и взрослых. «Бабашки» — это организация, которая изобрела систему пространственного моделирования и конструирования для детей дошкольного возраста и младших школьников. В основе этой системы научное исследование, как происходит развитие детей в соответствующем возрасте, и, можно сказать, большой деревянный конструктор. Он включает огромное количество деталей, дополнительных приспособлений, все материалы экологичные, деревянные, очень приятные, очень красивые. И разработана целая методика, программа, по которой при помощи этого конструктора дети дошкольного и младшего школьного возраста обучаются. У них появляются новые знания о пространстве, о конструировании, можно даже сказать, в какой-то момент вы понимаете, что появились знания, научные знания у этих детей в игровой форме, появились научные знания. И немножечко хочу на методике остановиться. Сергей Владимирович Плохотников — это сердце бабашек. Он разработал со своими коллегами программу обучения специалистов, которые будут работать с бабашками. Мы, специалисты нашего проекта «Четыре человека» прошли это обучение. Оно включало теоретический материал и практическую работу уже с экспериментальной группой. Мы делали практические занятия, и у нас была большая итоговая работа. И именно в ходе обучения, в ходе исследования методики мы увидели, какие результаты буквально после одного-двух занятий происходят. И резюмируя то, что я сказала, это система бабашки — это большой деревянный конструктор и особая методика работы с ним. Екатерина, вы несколько раз повторили, что бабашка — это большой деревянный конструктор. Вот прям интересно, как он выглядит, что он из себя представляет? Значит, игровое пространство таким образом оформлено, что на стеллажах хранятся несколько видов, больше 30 видов различных предметов, которые имеют свое название. Но, например, в методике приветствуется, и когда это название дают сами дети. Например, есть название полублоки-блоки, двойной блок, четверной блок. Но приветствуется, когда дети находят свои собственные названия. Например, там блок они называют «телефон» и приветствуется, когда используется вот такая терминология. Значит, различные детали деревянные хранятся на стеллажах. Там же хранятся фигурки тоже деревянные животных и людей. Там же алфавит. Вот, все деревянное, ну, в основном три цвета используются. Белый, ну, естественный, черный. Вот. А, еще в буквах красный используется. И несколько есть характеристика этого материала. В частности, методика настаивает на изобильности, чтобы его было много. Вот у нас в нашем распоряжении, в нашем проекте более 500 деталей, с которыми дети работают. Это вот большой деревянный конструктор, где они приходят и под руководством специалистов работают с этим материалом. Екатерина, а на кого направлен этот проект? В нем могут участвовать абсолютно все дети или конкретно дети с особенными образовательными потребностями? Есть какие-то разграничения? На самом деле методика бабашки предназначена для всех детей соответствующего возраста. То есть дошкольный, младший школьный возраст. Но идея нашего проекта, благотворительного фонда Доброгорец, состояла в том, чтобы разработать программу, которая подходит для детей с особенными образовательными потребностями. Совершенно очевидно, что методика, которая разработана для нормы типичных детей, не всегда и не полностью подходит именно детям с особыми образовательными потребностями. А у нас благотворительный фонд Доброгорец много лет работает с детьми в трудных жизненных ситуациях и знает их потребности. И мы посчитали, что разработка, реализация такой программы – это то, что нужно нам в нашем регионе. Особые образовательные потребности. Можно подробнее на этом остановиться? Обычно, когда звучит этот термин, люди представляют, что это дети с ограниченными возможностями здоровья, а дети с инвалидностью. Но этот термин гораздо шире. Туда, безусловно, включены дети, у которых есть ограничения по здоровью, по ментальному здоровью, есть отставания в развитии. Но также в категорию особых образовательных потребностей мы относим детей, например, которые пережили стресс, пережили болезнь. И в связи с этим у них диагноза нет, но происходят небольшие задержки в развитии или небольшие проблемы в эмоциональной и коммуникативной сфере. Потом дети, которые пережили потерю. Ну, любой вид стресса. Дети, которые, например, не владеют русским языком, иммигрантов дети. И, безусловно, к ним нужен особый подход. И обычные методы не работают в образовании и воспитании этих детей. Поэтому мы призываем родителей, которые считают, что у их ребенка есть особые образовательные потребности, как они могли это узнать. И могли сказать об этом специалисты, может быть, врачи, может быть, какие-то другие помогающие профессии, педагоги, психологи. Говорят, что у ребенка особенные образовательные потребности и традиционные методы не работают. Или родитель сам заметил какую-то особенность поведения или характера своего ребенка, которая ему подсказала, что с ребенком надо по-другому. Не так, как, например, с другими детьми в этой же семье. Не так, как воспитывали самого родителя. И вот эти особые образовательные потребности мы выявляем в ходе собеседования. Если к нам приходит семья, которая посчитала, что у их ребенка особые образовательные потребности, мы проводим собеседование, мы обсуждаем проблему, мы диагностируем и рекомендуем, либо не рекомендуем участие в нашем проекте. Но хочу сделать небольшую ремарочку, отметку, что у нас инклюзивная программа, то есть нормотипичных детей, мы тоже принимаем в реализацию нашего проекта. То есть если родители хотят узнать, что такое система бабашки, как она работает, из чего она состоит, какие результаты приносят, они тоже могут подать заявку и тоже принимать участие в нашем проекте. Медина, следующий вопрос у меня к вам. Скажите, имеет ли ваша команда практически опыт реализации социальных проектов? Да, конечно же. Благотворительный фонд «Доброгорец» с 2018 года активно занимается своей проектной деятельностью. То есть у нас уже было несколько проектов, в том числе при поддержке фонда президентских грантов, где у нас была непосредственно работа с детьми с применением различных вот таких вот нестандартных, так сказать, методик. К подбору команды проекта мы всегда относимся очень ответственно. Это специалисты, которые имеют опыт работы с различными категориями детей, как с нормотипичными, так и с особенными образовательными потребностями. Это педагоги, которые проходят дополнительное образование, чтобы они могли полноценно работать в рамках данного проекта. Поэтому, да, мы можем смело заявить о том, что у нас есть довольно-таки весомый опыт работы в данном направлении. Медина, а какую работу вы планируете провести в рамках данного проекта? На данном этапе команда проекта уже прошла обучение, провела практические занятия с экспериментальной группой. И вот до 15 февраля у нас как раз идет заявочная кампания, куда могут подать все желающие заявку от 3 до 10 лет. Это, в принципе, наше единственное ограничение, так как, как сказала Екатерина ранее, мы работаем со всеми категориями деток, так как программа это инклюзивная. И уже когда у нас будут сформированы группы, мы будем непосредственно проводить занятия, как групповые, так и индивидуальные. И что вы получите в итоге? Каков вот планируемый результат? Безусловно, когда мы планируем проект, мы планируем и качественные результаты. Но всегда в процессе реализации проекта мы ориентируемся на родительский запрос. Родители, безусловно, приходят со своей проблемой, со своей ситуацией. Одни родители хотят, чтобы их ребенок стал более самостоятельным. Другие хотят стимулировать познавательную деятельность. Третьи хотят улучшить коммуникативные навыки, беспокоиться о том, что ребенку надо идти в детский сад или в школу, а он не умеет общаться с верстниками и не восприимчив к образовательному и воспитательному процессу. Все эти задачи и мы перед собой вставили, планируя этот проект. Также там развитие кругозора, потому что в системе бабашки, ну, конструктор – это же просто инструмент. А развитие детей с художественной и научной точки зрения – это основная цель, чтобы и при помощи художественных методов, и при помощи научных методов, научных знаний, ну, естественно, адаптированных под возраст, добиться расширения кругозора, чтобы у детей стимулировался и удовлетворился познавательный интерес. Также, естественно, у нас есть планы на то, что в ходе наших занятий индивидуальных и групповых у детей улучшатся некоторые показатели, например, мышление, воображение, внимание, концентрация. Мы ставим такую задачу перед собой. Психолог будет вести у нас индивидуальную работу по каждому ребенку. Это и дети с особенными образовательными потребностями, и нормотипичные дети. Мы будем фиксировать, у нас будет входное тестирование и итоговое тестирование, которое покажет нам те результаты, которым нам удалось добиться. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что система «Бабашки» не покидает наш регион. И даже когда закончится проект, мы можем продолжать занятия и с теми группами, которые у нас были в проекте, и набирать новые группы. Вот вы сказали про занятия, что можно уже записаться. Насколько я поняла, проект уже работает, он существует. Скажите, а когда начнутся занятия именно в нашей республике, когда можно будет приступать к занятиям, и как родители могут записать своих детишек на ваши занятия? У нас начало занятий с 1 марта. До 15 февраля прием заявок. Для того, чтобы подать заявку, нужно на социальной сети ВКонтакте и на аккаунте Доброгорца заполнить очень коротенькую анкету. Очень короткую анкету, и мы пригласим на собеседование. И до 1 марта у нас будет сформированный уже полный состав наших участников, и будут проводиться занятия. Сначала индивидуальные, потом нас порекомендовали специалисты бабашек парные, и потом уже групповые занятия. Ну и воспользовавшись случаем, после слов Екатерины, я хотела бы обратиться ко всем зрителям, которые заинтересовались данной методикой и хотят принять участие в нашем проекте, то вы можете абсолютно в любой социальной сети найти наш фонд или просто в поисковике набрать фонд Доброгорец, по первой ссылке перейти, закрепленная запись там будет, заполнить заявку, либо обратиться по номеру телефона 8-918-712-5050. Мы проконсультируем вас и будем рады видеть в нашем проекте. Екатерина, Медина, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Проект у вас действительно замечательный, очень интересный, и надеюсь, от него будет огромная польза, как и для детишек, так и для их родителей, для семей в общем. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok